Фейковая аренда и псевдобронь. В Перми вынесли приговоры мошенникам, специализировавшимся на сдаче в аренду жилья. Причем квадратных метров не существовало в природе. Преступники маскировали свою деятельность под агентство недвижимости. За год обманули 175 человек. Репортаж из зала суда Елины Яговцевой. Потерпевших убеждали, что вопрос их заселения практически решен. Иногда даже имитировались разговоры с якобы собственниками жилых помещений. Затем потерпевшим предлагалось заключить договор на оказание информационно-справочных услуг, в существо которых большинство потерпевших не вникало. Не квартиры, а конфетки. Причем по очень вкусной цене. Участники преступной группы размещали объявления о сдаче в аренду жилья, сопровождая их фотографиями с дорогой мебелью и качественным ремонтом. Тем самым заманивали в офис потенциальных клиентов. Затем брали с них комиссию в размере нескольких тысяч рублей и давали номера якобы собственников квадратных метров. Мы предоставляли несколько номеров телефонов. Часть из этих номеров телефонов это были номера, заранее приобретенные самими участниками организованной группы. Когда поступали звонки от потерпевших трубки, либо никто не брал, либо брали трубки сами участники организованной группы. Сообщали, что квартира интересующая уже сдана. Деньги потерпевшим не возвращали. У клиентов оставались договоры, по которым риэлторы обязуются оказывать лишь справочно-информационное сопровождение сделки. А то, что вселиться не удалось, это не их проблемы. Таким образом, лжериэлторы работали с 2017 по 2018 год. На их счету 175 обманутых граждан. Общая сумма ущерба почти 800 тысяч рублей. Значимое наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Со штрафом в размере 300 тысяч рублей доход государства. Главаря группы приговорили к лишению свободы сроком на 3 года. У остальных наказания не связаны с изоляцией от общества. Обязательной работы и условный срок. Смягчающим вину обстоятельством стало то, что ранее у осужденных проблем с законом не было. Характеризуются положительно. Некоторые имеют армейские награды. Ущерб потерпевшим они частично возместили. Приговор понятен? Да. Порядок обжалований ясен? Да. Елена Иговцева, Михаил Иситров, телевизионная служба новостей. Продолжение следует...